Мы очень долго обсуждали, что такое закон, ну, закон в смысле, Евангельского, и у нас так получалось, что возможно, как бы, сформулировать такой идеальный закон, согласно которому, следуя этому закону, невозможно совершить зло. Я считал, что, в принципе, если исходить из следующего рода логики, что человеческая свобода – это вот некоторое родопространство, а если в этом пространстве ограничить, ну, ограничить свою свободу тем способом, что она не будет пересекаться со свободой других людей, ну, вот как вот, если представить, вобразить их из пространства, а наша свобода – такие шары в этом пространстве. Вот если эти шары сделать так, чтобы эти шары были не пересекающимися, то никогда невозможно будет человеку, соблюдая границы этого шара, то есть соблюдая закон, ведь закон – это всегда некий род ограничений запретных, то невозможно будет совершить зло в отношении другого человека. Но тут как-то вдруг мы нашли способы, каким образом не нарушая эти границы, то есть не совершая это нарушение закона, можно совершить зло. И оно связано опять с задачей, как я их называю, есть такая задача, задача трех тел. Когда в отношения вступает не два человека, а когда в отношения вступает три человека. То есть можно совершить зло в отношении человека не своими руками, а руками третьего человека. То есть интригуя, совершая некоторого рода действия, которые напрямую не являются действиями, связанными со злом, но которые, как стечение обстоятельств, подготавливают некоторого рода будущее действие третьего лица в отношении жертвы, которые окажутся злом. Ну вот, например, приводится такой пример. Допустим, я знаю, что два человека находятся в конфликте, причем в конфликте с мертвой. И жертвы всячески уклоняются от встречи со своим возможным убийцей. Но я, допустим, знаю, если я хочу совершить зло, я могу как сделать? Я могу каким-то образом хитрым их свести вместе. Допустим, пригласить обоих на день рождения. И заранее знаю, что если они появятся вместе в одном месте, то может случиться зло. Тем самым, на самом деле, в моем намерении я совершу зло, но никакого закона не нарушат. То есть я совершу зло руками третьего человека. То есть, конечно же, можно здесь с юридической точки зрения говорить о том, что я являюсь способником убийцы. То есть я, зная о том, что убийца может убить свою жертву, свожу их вместе, и у меня есть намерение свести их вместе. Можно пытаться как бы об этом говорить, но самое интересное, ведь закон никак не может это ограничить от такого рода случаев. Ведь это один какой-то случай, а может таких кучек интриг придумать очень много. Невозможно закону, законник прописать, на самом деле, все такие случаи, чтобы ограничить так же и эту свободу, свободу интриговать. И получается, что закон, на самом деле, по своей сути, не работает в принципе. То есть закон не может... Ведь смысл, изначальный смысл закона состоит в том, на самом деле, чтобы обеспечить возможность несовершения зла. То есть если люди соблюдают закон, то как в общем? Должно быть так, в идее закона это находится. То должно получаться так, что люди не могут совершить зла. Соблюдая закон, нельзя совершить зло. Но если соблюдая закон, можно, тем не менее, интриговать и совершать зло, то это означает, что закон не работает. В принципе, не работает, как идея закона. Даже в идеальном законодательстве не работает закон. Причем, если додумывать эту ситуацию еще глубже, то можно говорить о том, что, допустим, брать такие примеры даже из истории. Вот в католичестве боролись с еретиками. Каким способом? На самом деле, католическая церковь, да, они не имели права приговариваться к смерти людей. Они могли только там, предать анафемию. Максимум, что они могли сделать. Но, тем не менее, как бы, существовала светская власть, да, которая вот этих еретиков могла сжигать на костре. И получалось так, что вроде как, допустим, и священники, да, приговаривали кого-то к церковному суду, к отлучению от церкви, там, приговорили о том, что он еретик и прочее, вроде как они не совершают никакого зла, потому что, ну, они только осуществляют некоторый суд, и все, да, и никаких действий не совершают. Тем не менее, они предают этого еретика, этого человека суду гражданскому, который уже совершает все мыслимые действия, да, то есть, именно там, казни. Тут тоже есть, как бы, вот, определенного рода, вот, странная вещь, когда, соблюдая законы, да, а согласно, как известно, как Евангелие и Библия, там, не уби, это одна из заповедей, да, то есть, соблюдая заповедь, не убить, тем не менее, эти священники убивают. То есть, это примеры, на самом деле, многообразные, можно привести, и эта проблема грандиозная, потому что, если это так, если закон, на самом деле, по своему смыслу не работает, то, то это ведь крах всей нашей цивилизации. То есть, вся наша цивилизация базируется на том, и мыслится, что она может, ну, я имею в виду, наш социум может организоваться разумно. Разумная организация социума понимается как осуществление некоторого рода правового порядка, некоторого рода установления некоторого рода правового государства, в котором есть законы, которые могут ограничить наши свободы таким способом, что мы не сможем причинять друг другу зло, если будем соблюдать эти законы. Но, фактически, получается-то это невозможно, потому что эта вот идея, она в своем корне не работает. Поскольку, если я могу интриговать и могу совершать зло чужими руками, соблюдая все мыслимые законы, да, это означает, что законодатель должен пойти по линии усиления закона до такой степени, что у меня вообще никакой свободы не будет. То есть он фактически должен запретить мне быть свободой. Вообще. Потому что любая моя свобода через интриги может разродиться злом. То есть злом, используя руки третьих людей. Ваш линии? Вот такая проблема. И это чисто этическая проблема. Она связана с тем, что вот, в частности, что как раз в христианстве, христианство, оно же ведь отказывается от законы, да, но и оно предлагает некоторому новую систему, да, систему любви, или там, как я называю ее, этика добра. Это иная система, где мы должны руководствоваться не каким-то законодательством, да, не каким-то законодательством, да, а мы должны руководствоваться конкретностью добра, которую совершаем. То есть конкретностью ситуации. Или то, что мы уже выходили на это, или то, что мы называли совестью. Ну, совесть – это специфические темы, да. Но проблема вот этой этики добра состоит в том, что она не может быть кодифицирована, а не может быть выписана в виде заповеди закона. То есть у нас получается такая дилемма. Либо мы живем в законах, которые принципиально не работают, поскольку на самом деле мы можем, соблюдая законы, мы можем совершать злоб. Либо мы живем в системе любви, но эта система любви не может быть кодифицирована, а значит разумно быть устроена. Она всегда будет некоторого рода странной такой, да, вещью, да, которой даже иногда трудно дать отчет. Вот такая вот этическая дилемма. Влад, а ты под законом понимаешь именно юридический закон? Ну, не только юридический закон, и законы Моисея. По законам понимаются некоторого рода запреты или некоторого рода предписания, да, которые распространяются на всех людей, которые к этому закону относятся. Слушай, ну, на многих предписания, честно сказать, ну, и юридический закон сюда относится. Я даже затрудняюсь предположить, сколько тысяч лет человечество знает об этой проблеме. То есть это... Для меня это было открытие, что я соблюдаю законы. Понимаешь, что тут еще в чем состоится вопрос? Вопрос ведь не состоит в том, что любые законы. Предположим, какое-то идеальное законодательство, где, условно говоря, все учтено, казалось бы, да? Но тем не менее, если я могу совершать зло это с помощью... Не своими руками. Ну, значит, никакой законодательство не сможет это учесть. Как оно сможет это сделать? Ну, пути здесь некоторые возможны, тем не менее. Они, по крайней мере, нащупаны. Да, вот они нащупаны. ...человечество. И, кратко, я бы сказал так. Действительно, закон, как система запретов, не до конца эффективна. Потому что запреты эти невозможно расписать на все конкретные случаи жизни. Не убей. В каком смысле? На войне, пусть, да? На войне, там, мечом, а топором можно, а ножом можно, а не своими руками, а ядом, а в результате... ...и гель. Понятно, да, что конкретно просто закон не вместит полный список всех запретов. Это понятная проблема. С этим борются... Есть два пути борьбы. Которая в том же самом законничестве, в иудействе, дохристианском, существовала, тоже там, не знаю, ну, несколько сотен лет, это совершенно точно. Может быть, и тысяча. Закон есть. Предписание есть. Все понимают неполноту этих предписаний. И что делать? А делать то, что есть суть. Задача суда – имплементировать список, конкретный формальный список запретов, какой-то конкретной жизненной ситуации. Ну, то есть, это, ну, это же произвол, получается, субъективный. Это не произвол, но это тот элемент субъективности, который вот привносится. Но он привносится для того, чтобы, здравствуйте, чтобы закон как закон функционировал. Потому что ты правильно совершенно говоришь? Если оставить закон только в качестве вот такого списка и этим списком руководствоваться, то эта штука не же не существует. То есть, просто это невозможно регулировать жизнь людей таким способом. Поэтому существует суд, который просто имплементирует закон конкретным сложным случаем. Если случай простой – взял топор, убил жену, то тут как бы думать нечего. Так а сам суд, чем руководствуется при вынесении решений, теми же запретами законов, грозит никакой нет, что без суда. Да, я понимаю, но есть, ну, вот это, я сейчас боюсь соврать, как это в современной юриспруденции называется, есть тот, как бы, общий абстрактный смысл, который подразумевается в законе, и есть в конкретных формулировках. Судья почему нужен? Потому что он носитель вот, как бы, этой идеи, заложенной в основании закона. Он ее понимает. Он не просто понимает формулировку, которая есть, да, он понимает, каким замыслом эта формулировка продиктована. Понимая эту разницу между мыслью и воплощением этой мысли в конкретном тексте, в конкретном законе, он в состоянии судить, он в состоянии принимать решения. Да, человек действовал не сам, не своими руками, но, тем не менее, убил. Суд, наверное, не совсем, наличие суда. Да, в чем проблема? Тут проблема, что как надо руководствоваться в жизни. Мне кажется, вы как бы... Не только же дело в суде, суд это уже постфактум, а как вот мы, это... Да, я поэтому так же... Можно я скажу, так сказать, продолжение, что... Мне кажется, что вообще вы как бы, вот этот круг рассуждений не совсем корректный, и вы отсюда получаете у вас такие какие-то, ну, и выводы, и вопросы, что я вот руководствую с таким пониманием, закон это общепринятая норма. То есть вот мы принимаем вот этот закон, да, завтра мы там принимаем другой. А как мы обеспечиваем этот закон там, там, расстрелом, там, значит, или вообще там косым взглядом, или чем-то там, или воспитанием с детства, это уже другой вопрос. Общепринятая норма. Сам факт, что законы, они не спасают нас от совершения зла. То есть каждый из нас, по большому счету, нам в суде не нужен. Не нужен другой человек, каждый из нас понимает, что есть законы. В примере Булата, когда он друзей приглашает на день рождения для того, чтобы... Есть умысел, я... Один убил, а бил другого, конечно, он тоже совершенничественник убийства. Тут нет никаких, не надо никаких, подумать, что у тебя закон, типа, запрещал. Я ничего от тебя не запрещал, и ты это отлично понимаешь, что вы ее убили, как говорится, а я вместе с вами, как говорится, известный президент. Нет, но тут же есть фактор такой, что она может и не убьет, ты понимаешь? Ну, это не важно, это не важно. То есть фактор состоящий в том, что воля не моя, понимаешь? Да и ерунда, это твоя воля. Нет, он убьет другой человек, правильно? Ну, убьет же, должен быть человеком, убьет, а ты все у меня не поставил в ситуацию. Да, а я там сказал, у нас там устроили. Ну, просто скажи, а теперь решаю. Ну, как вот Мостоевского, вы ее убилите, потому что я вместе с вами. Убил-то Смердяков, а на самом деле, но при этом и Иван. Иван при этом тоже. Поэтому здесь-то вопроса нет, и Судья, и Судья. Да, кстати, с Иваном хороший Судья. И Судья тебе... Иван убил или нет? Да, убил, конечно. Так уже неясно было там, на самом деле, он разговаривает со Смердяковом. Понимал ли он, о чем разговаривает? Ну, это уже другая вещь, почему так его ставят Достоевским. Тем не менее, он и убил. Это понятно, что мы можем судить здесь, но все равно вопрос щекотливый. То ли он убил, то ли не убил. Может, Смердяков не понимал, о чем идет речь. В Чермашню, зачем ты поехал, понимаешь? И вроде там что-то мучился от каких-то агрессивных совестей. Ну, не о том, что мы... Ну, ты, в любом случае, я хочу... Но проблема в чем состоит? Что невозможно прописать в законе, как это? Не важно, ты не понимаешь, что это можно. Я почему тебя спрашиваю? Ты все время будешь прописать в законе. Но если речь идет в ростовом законе, в том числе, то зачем куда-то что-то прописывать? Нет, ребята, вот тут... Я просто вам скажу, в чем подоплек. Если мы присоединяем к закону еще, как Игорь говорила, дух закона или совесть присоединяем, тогда все понятно решается. Важно очень, на самом деле, что различать закон как закон, как некие его роды правила, которые нужно исполнять. И можно даже механистически исполнять. И само наше понимание жизни, которое невозможно никак вписать в такой закон. Если их объединить, понятное дело, тогда вот это понимание нашей жизни, то, что называется совестью, оно как бы компенсирует все недостатки закона. Ну, Олег, все это понимают, все это... Ну, просто сам по себе закон не работает. Закон как закон. Понимаешь, сам по себе. Вот я не говорю, несколько тысяч лет это уже знали. Для меня это самое древнее. Системы закона уважения, которые известны, они носят следы этого понимания. Какого? Ну, вот этого понимания, что... Что помимо письменного закона должен быть дух закона. Да. Который, собственно говоря... Честно говоря, такое дело... Принципиально он не может быть изложен в вербальной форме или не может быть изложен. Думаешь, что не может быть изложен в вербальной форме? Ну, да. Это, кстати, проявляется во многих вещах. Например, есть даже вот... Даже если говорить о праве, именно юридическом праве, да, то там есть такое занятное понятие, что закон писанный и закон не писанный. Вот юридически существует такая штука, как не писанный закон. Деловой обычай еще. Совершенно верно. Правила делового оборота, общественный договор, да. Общественный договор, да. И теория права говорит следующее, что зазор между писанным и неписанным законом есть и будет всегда. Конечно, писанный закон постепенно что-то как бы в себя забирает из неписанного, формализует и появляется новый закон писанный. Но он никогда не поглотит. Всегда этот зазор будет. И всегда должен быть субъективный носитель духа закона, чтобы этим рулить. Иначе это не работает. Проблема кроется в том, что есть свобода и есть несвобода. То, что вот дух, это свобода. То, что законы, это то, что ограничивает свободу. Ну и говорят же, что свобода – осознанная необходимость. Что она еще? Конечно, свобода – это необходимость, при этом осознанная. Я понимаю, что ты говоришь о противоположных вещах сейчас говоришь. Да, мы противоположные вещах, я специально не могу отвечать. Да. Мы противоположные способы. Нет, другое дело, другое дело, что… Ты же просто все время пытаешься какого-то судью сюда к нам пригласить. Да, а мы говорим об этике, как вести себя. То есть, как я должен себя вести. А как, тогда и так и прямо не надо говорить про все эти… Нет, допустим, я руководствую закон. Я говорю, вот есть законы, допустим, написано там, условно, что 100 законов. Я их исполняю, и значит, я проведен. Зачем я буду думать о том, что какой-то еще дух в законе существует, что я, например, интеррегую, как бы, на самом деле совершаю зло. Ну, тебе не получится не думать. Нет, это я понимаю, что в жизни. Я имею в виду, что получается, что закон не работает. Но мы с этим согласились все же. Да. В этом и была проблема вся моя, потому что, как бы, мне почему-то казалось, что он работает. И что мне казалось, что можно такой идеальный закон придумать, что в конце концов, что нельзя было совершить зло. В какой-то мире он работает, безусловно. В какой-то мире он работает. Это так, действительно. И такие попытки построить так общество и принимались. Но зло, это, в принципе, никак не связано с законами, в принципе. Зло… Нет, закона… Зло есть внутреннее состояние. Нет, закона… И оно к законам отношения к таким не имеет. Нет, закон… Поведение в мире, оно не зло. Зло – это вот то, что намеренное, то, что волевое и так далее, решение. Легко найти простую систему вот такого общества, например, наше современное, когда поступок по закону одновременно обозначает поступок не по совести. И наоборот, что поступок по совести – это практически всегда нарушение нарушения. Это практически… Вот наша система вот такая, нынешняя. Это другая система. Нет, тут, может быть, еще есть вот какой аспект, что если бы говорить будем скорее о нравственном законе, да, не о юридическом, а о нравственном. Ну, какая разница? Ну, некоторая разница есть. Например, в нравственном законе отсутствует такая инстанция, как судья. Почему? Ну, неважно, кто судья в Мантии, там, нанятый специальный человек, или вот он судья, или он, или я, или все общество, мы судья. Какая разница? Нет. Важна позиция? Нет, ну, может быть и так, но на мой взгляд, то, что утрачивается в необходимость во внешнем суде, а каждый сам становится судьей в себя, то вот что происходит в сфере нравственности. Нам мы не нуждаемся в сфере нравственности в некотором внешнем суде, как в случае с юриспруденцией. Мы сами выступаем судьями своих поступков. Да, мы выступаем, но просто, ну, иногда наступает такой момент, что, как вы, допустим, там, женщина, мужчина, там, вот вы, там, друг другу рассказываете, вот, знаете, я вот это сделал, там, то-то, что-то, вот, правильно я или нет, там, и вы волей-неволей приходите, вот, ну, к своему, там, знакомому, и вы просите, и он выступает в роли судей? В роли психоаналитика выступает. Ну, неважно, кто там, как вы назовете, ну, вы делаете оценку. Нет, они занимаются разными вещами, все-таки я... Когда человек приходит и рассказывает о том, как он мучается от того, что поступил, он не хочет узнать, правильно или неправильно он вступил. Нет, он хочет только одного, чтобы его пожалели и посочувствовали. Нет, чтобы он вступил в гармонию, чтобы потом дальше у него было, как-то, ну, там, устроило жизнь. Ну, да, да, он сам про себя уже все решил, правильно или неправильно. Почему? Потому что ему просто это решение тяжело, и он просит сочувствия к своему тяжелому решению. И задача психоаналитика или жилетки, так сказать, утереть слезки и подтолкнуть человека обратно к своему решению. Это другая история. Какое-то отношение нравственное законно-то. Там же в чем проблема состоит? Мы не всегда можем понять на самом деле, что, что мы совершаем, является ли на самом деле пользой другому или нет. Понимаешь, я, допустим, особенно, понятно, простых случаев, как вы говорите, там, накормить кого-то, может быть, там и каких-то проблем нет. А если случай сложный, если человек сопротивляется. Знаешь, что он пользуется, не накормить. Если человек сопротивляется, да, он считает, что ты ему приносишь вред, а ты понимаешь, что ты ему приносишь пользу. Если вот есть такой конфликт интересов, ну, даже возможно так, что я стремюсь принести пользу. Часто наша польза, она связана с некоторым родом, если не насилием, то, по крайней мере, как бы с ограничением. Вот ребенок играет на компьютере, да, ты понимаешь, что это ему вредно много играть на компьютере. Ты его пытаешься от компьютера отвалить, да, отвезти, а он начинает орать. Понимаешь, как бы для него это, там, это великая злова, что вот его оторвают от любимого дела. Ну, вопрос здесь, кто является судьей? Нет, и я, например, являюсь сам для себя судьей. И мне на самом деле не все равно. Часто бывает, ладно, с ребенком понятно, потому что ребенок является, я являюсь опекуном этого ребенка, ну, там, родителем, допустим, и так далее. Тут все понятно, я имею право за него судить. А если это другой, суверенное лицо, другой человек, взрослый, как тогда действовать? Тут же есть проблема со стыдом, что я даже сам уже бываю не уверен. Мне кажется, что это в пользу для него. Но я-то сам не уверен, я же не знаю всех обстоятельств. Если я буду слишком сильно давить, то не получится ли так, что, имея самые благие намерения, на самом деле, я в итоге принесу зло. И что? Нет, принесу вред. И что? А? Проблема состоит просто в том, что закон даже не работает, даже на уровне одного человека. Я хочу сказать, что тут закона, да, он не произведен, а не дан вернбальной форме. Даже на уровне одного человека не работает. Ну, ничего. Вот смотри, если ты говоришь, я понимаю, ты описываешь некоторую сложную ситуацию, достаточно абстрактную, но она в разных формах там встречается. Я понимаю. Но на то есть, по-моему, замечательный рецепт, как действовать в таких ситуациях. Значит, если тебя не просят, не вмешивайся. Избивает девушку, парень избивает девушку. Ну, что-то тебе ясно, что делать? Ну, как это ясно? Так это тот же самое, что на... Мне не ясно. Нет, мне допустим, ясно. А вот Валентин рассказывает другую историю. Он подошел, начал разнимать. В итоге он оказался на земле, и мы начали пинали уже двое. И мужчины, и женщины. Понимаешь? Потому что у них была своя какая-то там разборка, да, личная. А он вмешался. Понимаешь? То есть тут ситуация каждый раз может вывернуться. Мне не ясно, что делать. Да? Своему очень сильно повезло. Он заедил конфликт по таким... Нет, ну, дело факт. А нет, это не факт. А нет, это не факт. Среди факт состоит в другом. Факт состоит в том, что на самом деле каждый раз все не ясно. Так, слушай, Булат, в этом примере, да, с пострадавшим самолетянином, он все-таки причинил пользу этим людям. Ну, это просто, что он показал их конфликт. Ну, сам, конечно, получил пару раз в реку. Это, конечно, минус. Ты же говоришь, что если не зовут это, то не вмешиваются. Вот, на его не звали. Может, тогда каждый раз, когда там кто-то бьет, мужчина же бьет женщину, ну, может, не вмешиваться? Проходить, не вмешиваться? Нет, еще раз. Я говорю, ты говоришь о разных случаях. Ты говоришь о том, что, да, бывают ситуации простые, когда понятно, что там, если человеку сейчас его не поднять и не оттащить в метро, то он замерзнет вообще на смерть. Понятная ситуация. Мужчина бьет женщину. Тоже кристально понятная ситуация. Не всегда, правда. Нет, но она понятная ситуация. Как ни крути. Мужу же надо выяснять отношения. Ну, давайте. То, что ты вмешался, ты им не навредил. Ты пойми. Ты, может быть, сам получил несколько раз в череп зря, но им ты не навредишь. А во всех смутных ситуациях, вот это правило, ты говорила о смутных ситуациях, когда вот неясно, стоит, не стоит. Тогда вот если ничто, ни люди, ни ситуация, не вопиет к тебе, просто не вмешивайся, особо изощренные граждане говорят, даже не надо в этот момент хотеть помочь. Это же я не знаю, как сделать. Мы просто немного съехали на другую тему. Но даже если, как бы, с точки зрения добра, можно даже и убить. То есть ситуация будет такова, если надо будет защитить жертву. И ни других способов защитить ее будет никаких не будет. Ты защищаешь жертву от того, кто нападает, да? Это давно известно, да, что все добрые люди должны собраться вместе и убить всех злых. Нет, а просто азарт... А не, азарт-то что говорит? Азарт говорит не убить, в принципе, никогда, понимаешь? Ну, вот. И этот же самый закон, этот же самый закон приводит в качестве образцов добродетелей людей, которые убивали людей пачками. Правильно. Поэтому, ну, в этом же вот... Вот как бы здесь я только в своем докладе хотел заострить, вот как бы, что закон сам по себе, а он немного как-то странно, на странном положении находится. Он не является самостоятельным, он всегда требует вот этих каких-то добавок там. Со стороны совести, со стороны каких-то там, все это, обуичья, со стороны культуры. Да, 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 да. И он не существует в качестве самого самостоятельного. А юрист, особенно современная правоправимирная практика, полагают, что он самостоятельно самооценен. Какой-нибудь Навальный, он так думает. Потому что он юрист с детства. Он так думает, что закон самооценен. Что-то думает, про Навального я не уверен. Субтитры создавал DimaTorzok